Диэфэм Диэфэм Сейчас выходит альбом 25-го числа, абсолютно новый, значит, крафт, но не забывший прошлое, старое, не забывшие корни. Очень разнопланово, все будет, куча клипов готовим, пресня фэмили, запускаем новые клипцы, новые темы, организовываем все. Короче, ждите новых релизов. А пицца приехал на выступление прямо с самолета. Где были? Рассказывай. Мы были в Сургуте, там очень холодно, спал только в самолете из Сургута в Москву. Так обычно и происходит у артистов, которые исполняют концерты. Но я как бы вышел на эту сцену и все, как будто я высвался, как будто я спал вообще всю жизнь. Энергетики столько. И залы все время такая энергетика, что, блин, можно и не спать на самом деле. То есть ты хочешь сказать, что главный источник подзарядки это все-таки зрители и музыка? Обязательно, конечно. И без этого ничего не происходит никогда. Если ты делаешь музыку сам себе, я, в принципе, делаю ее сам себе. Но без них я бы соскучился и стал бы менеджером. Джиган, который является одним из первых артистов лейбла Blackstar, ушел в сольное плавание. Давно не виделись. Расскажи, я так понимаю, что куча новостей, куча событий произошло в твоей жизни. Можешь хотя бы о чем-то рассказать, что происходило? Так давно, да? Давно, очень давно. Наверное, с осенью? С осенью у меня вышел альбом. Называется «Музыка жизни». Также у меня выходит с этого альбома видео скоро. Первое видео – это будет «Надо подкачаться». Это такой стебный имиджевый трек, посвященный спорту, качу и веселухе. Говорят, что это можно назвать даже гимном спортивного образа жизни. Ну, в каком-то смысле да. Потому что там реально все на спорте и при этом все с юмором. Пицца тоже пообещал порадовать нас кое-чем новеньким. Я так понимаю, что ты жадничаешь. Я так понимаю, что ты не хочешь пока еще, да, как-то вот раскрывать тайны альбома, который должен выйти только осенью, как ты говоришь. Ну, как-то, то есть нет никаких новых релизов, новых видео, да? Новое видео. Вот если бы не концерты, мы бы уже его сделали. Но сейчас мы выкрым немножечко времени, улетим куда-нибудь в Испанию и снимем там хорошее, веселое видео. И выпустим, вот оно уже выйдет скоро-скоро. Что же, ждем новых релизов и до встречи на концертах!